Все мы знаем HP как производителя компьютеров. Однако, каких-то 10-20 лет назад на рынке было немало мобильных устройств от этой компании. И сегодня об одном из таких, HP Pre 3, мы и поговорим. Это продуманный слайдер на WebOS 3.0, который довольно быстро стал историей. Что произошло и вообще, смог ли этот телефон составить конкуренцию iPhone 4? Сегодня узнаем. Начнем с исторического контекста. Тем более, что в случае с HP Pre 3, его не выкинешь. Потому что судьба этого смартфона почти так же трагична, как судьба тех, кто пользуется бюджетками Xiaomi. Дело в том, что представленный в феврале 2011 года, смартфон поступил на прилавки только 17 августа. А вот уже 18 августа HP объявили о полном прекращении работы над WebOS. А также о отказе от планов по дальнейшему выпуску устройств на ней. Таким образом, смартфон продавался, по сути, всего день. Поэтому он и является находкой для коллекционеров сегодня. Некоторые лоты с ним могут достигать достаточно высоких сумм. HP Pre 3 это довольно необычное устройство сразу во многих отношениях. И дизайн в этом случае не стал исключением. Во-первых, это слайдер, само по себе уже необычно, особенно в 2022 году. Во-вторых, здесь полноценная QWERTY клавиатура, а разъем microUSB для зарядки и передачи данных вынесен на боковую грань. Если на каких-то игровых устройствах это может быть удобно, потому что так вы можете играть, то на подобном смартфоне это полностью убивает возможность пользоваться им на зарядке. Также стоит отметить, что здесь имеется зеркало, которое вынесено на заднюю панель слайдера. Оно достаточно прикольное и в него действительно можно смотреться. А кнопка питания вынесена на угол смартфона. Еще здесь есть рычажок переключения режимов громкости. Довольно удобная штука, от которой, к сожалению, сейчас отказались практически все производители. Что касается остальных элементов внешнего вида HP Pre 3, они не так уж вызывающи. Сделан он из обычного для того времени черного матового пластика. Также здесь имеется едва заметный глазок камеры, а все края смартфона достаточно сильно скошены, из-за чего он напоминает камень, который подточила вода. В руке смартфон лежит необычно. Возможно, дело в совсем маленькой для 2022 года диагонали в 3,58 дюйма. Возможно, в том, что у него очень скошены края, и из-за этого он прямо-таки вливается в руку. Но одно я могу сказать точно. Он выглядит как солидное устройство для серьезных людей. Здесь нет ни единого цветного элемента. Если бы не скошены грани, я бы даже предположил, что его делали BlackBerry, а не HP. Несколько слов о клавиатуре. Она здесь сделана из силикона, то есть при большом желании ногтям можно оставить след, однако проверять я это не буду, все-таки этот смартфон практически музейный экспонат. Также скажу, что печатать на ней очень неудобно. Я, конечно, понимаю, что ко всему можно привыкнуть и приноровиться на ней набирать быстро текст, однако я не могу напечатать даже несколько слов. Возможно, опять же, я бы смог, если бы я посвятил этому больше, чем несколько недель. Также отмечу, что максимально неудачным решением был вынос нескольких сочетаний клавиш на эту крохотную клавиатуру. Например, чтобы сделать скриншот, вам нужно зажать сразу три кнопки, и это практически неосуществимый челлендж. Особенно, если вы решите сделать это одной рукой. Все-таки не зря в современных смартфонах для этого выделены клавиши громкости. На передней панели HP Pre 3 расположился крохотный дисплей на 3,58 дюйма, и пользоваться таким устройством в 2022 году довольно странное ощущение. Также хочу сказать, что разрешение в 800 на 480 пикселей достаточно комфортное, и 260 ppi это более чем достаточно. Вообще, по цветам, яркости и всем остальным параметрам я скажу, что в свое время это был более чем флагманский дисплей. А еще интересная деталь, то что под дисплеем здесь находится сенсорная панель, которая управляется свайпами, и это по сути прародитель того, чем мы пользуемся сегодня в наших безрамочных смартфонах. HP Pre 3 оснастили флагманским для 2011 года железом. Смартфон может похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon MSM8x55, 512 мегабайт оперативной памяти, а также 8 гигов встроенного хранилища. Что касается батарейки, она здесь на 1230 мАч, и поверьте, это не так уж и мало для того времени. WBS 3.0 работает более чем плавно, и при этом смартфон вообще не подлагивает. А вот о работоспособности сторонних приложений говорить не приходится, все-таки система давно мертва. Также хочется отметить, что HP Pre 3 умеет подключаться к 5-гигагерцовым Wi-Fi сетям. Вот прошло 11 лет, а мне все еще приходят на обзор бюджетки, которые умеют подключаться только к Wi-Fi 2.4 Герц. Интересно, что у HP были планы по созданию собственной экосистемы, поэтому прислонив смартфон к планшету HP Touchpad, по технологии TouchDush можно было передать сообщения, вызовы и даже некоторые сторонние приложения. Это довольно удобная фишка. Если бы, конечно, она работала. Если бы у нас был HP Touchpad. На момент выхода HP Pre 3 купленная у Palm операционная система разрабатывалась уже несколько лет, и поэтому ее интерфейс выглядит завершенным и сформировавшимся. Нет ощущения, что ты пользуешься бета-версией, которую написали ровно к презентации, чтобы показывать журналистам. При этом можно отметить и красивый дизайн, который явно соответствует духу времени. Как я уже сказал, управление смартфоном осуществляется при помощи сенсорной панели под экраном. При помощи свайпов, например, можно войти в меню запущенных приложений. Это то, что было не у всех конкурентов в 2011 году. Вообще, разработчики WebOS 3.0 делали сильный упор на многозадачность. Например, система не выгружает приложения, если оперативка заканчивается. Если такое случается, она просто запрещает вам открывать новые, но не закрывает старые. Это довольно классно. Еще из необычного отмечу, что уведомления здесь выскакивают не сверху, как мы привыкли, а снизу. Это может удивить неподготовленного зрителя. HP Pre 3.0 имеет сразу две камеры. На задней панели расположилась основная на 5 Мп, а на передней фронталка на 0,3 Мп. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что фронталка, по сути, не работает. Она должна была служить для видеосвязи, и для этого в систему был встроен Skype. Однако работало это только в США, и поэтому для всех других стран, включая Россию, вы просто можете делать снимки только на основную камеру. Кстати, о ней. Она делает довольно посредственные снимки, причем как и для 2011 года, так и тем более для 2022. Ну, я так скажу. Она примерно на уровне конкурентов, но сильно хуже, чем в iPhone 4. Взяв в руки HP Pre 3 в 2022 году, понимаешь, что в это устройство было вложено много денег, сил и хороших идей. Смартфон может похвастаться как интересными дизайнерскими решениями, вроде кнопки на углу, а также полноценным зеркалом, так и мощным железом и достойной системой. А так, ему просто было не суждено добраться до полок магазинов. Возможно, если бы HP Pre 3 начал продаваться, сейчас на рынке было бы на одного игрока больше. Однако, это уже история. С вами был Trashbox.ru. Пишите в комментариях, какое ретро-устройство именно вы хотели бы увидеть в нашем следующем ролике. До новых встреч!